Правый руль Сначала они начали ввозить так называемые конструкторы, когда автомобиль разбирается на составляющие и ввозится по частям. Однако сэкономить на этом не получилось. И тогда был найден выход. Машины стали пилить, перевозить через границу, а затем сваривать и продавать. Однако такие автомобили теряют прочность. ДТП с распиленным авто может привести к страшным последствиям. При этом покупатель часто остается в неведении. Что же он приобрел? Проблема ввоза распиленных авто стоит на контроле Приморского ГИБДД. Когда мы зашли на таможню, я открою секреты, и начали фотографировать все, что там таможенные склады забиты вот этими половиночками, конечно мы узашнулись. Я в Москве показал начальнику департамента безопасность дорожного движения эти фотографии с этими распилами. Конечно узашнулись. Мы сказали, ну Приморье вы всегда отличаетесь на везной, вы не можете жить спокойно, вы обязательно что-нибудь придумали. Так вот это все не отвечает требованиям безопасности. Сегодня конструкция транспортного средства, которая распилена была и сварена вот в этих чудовищных условиях, не дай бог попадает сегодня она к законопослушному покупателю, за этим стоят человеческие жизни. Пример Соколин, Камчатка, были факты, когда эти машины разлетались просто по частям. При постановке на учет в регионе каждый автомобиль проходит проверку. Как же появляются такие автомобили на дорогах края? Стали здесь заслон, они сейчас тащат документы в Ингушетию, 06 регион, так называемый ПТС. Там все это оформляется, Бурятия, вот Иван Иванович подсказывает, там все это оформляется, якобы регистрируется. Ни одна машина отсюда не уезжала туда, в Ингушетию, в Бурятию не приезжала, это мы знаем 100%. Мы шлем запросы, человек приходит к нам уже с ПТСом, выданным вот там в Ингушетии, я вам рассказываю, вы только не идите по этому пути, а то я вам дорожку эту рассказываю. Они приходят к нам уже с готовым ПТСом, выданным в Ингушетии, мы запрос туда шлем, они подтвердить не могут, они какие-то отписки нам делают. Мы говорим, дайте основания, покажите нам, на каком основании выдали ПТС. Молчат. Департамент сейчас заинтересовался ГАИ страны, проводит служебную проверку, подключил прокуратуру туда. Там что-то там у них не то происходит, там у них деньги, конечно, им глаза закрыли полностью. Я боюсь, что не будет Ингушетии, будет другой какой-то регион. Но пытаются протолкнуть вот тот хлам, который завезли на таможенных складах, он просто забит. Альтернативная версия того, как все же попадают распиленные автомобили на дороге Приморья, у руководителя Приморского представительства Национального общественного комитета по противодействию коррупции, Николая Черентаева. В мае этого года в Приморский край приезжала комиссия московская. Согласно справке, вот у меня есть справка, обратите внимание, которую справку подписывает генерал-этинар Швецов. Согласно этой справке, в Приморском крае проведена проверка, из которой следует, что только в ГАИ Приморского края зарегистрировано, незаконно, обратите внимание, незаконно зарегистрировано 2900 автомобилей. 2900, так с 2004, 2007, 2009, по 2007, 2004, 2010 года, так называемых филиалах МГТО и РАС, номер один, то есть ПТО по адресу Командорская, 11, было выдано 2900 СКТСов. Из них 1476 штук получил гражданин А.Н.Тах. При этом количество бланков СКТС, надаваемых указанных филиалов, значительно превышает количество бланков, выдаваемых основным подразделением регистрации номер один. Кроме того, здесь указывается, кроме того, факт подтверждения самим характером проводимых заменных номерных агрегатов. Так в МГТО номер один выдавали свидетельств СКТС на замену номерных агрегатов, в результате чего из микроавтобусов, обратите внимание, получались джипы, свидетельств СКТС, номера вот здесь тоже указаны. Из грузовиков, из маленьких микроавтобусов делали самосвалы. Государственные органы пока не нашли эффективного способа борьбы с таким видом импорта. А вот общественники определились, как можно справиться с этой проблемой. Значит, путь решения проблемы – это… Поменять руководство. В состоящем организации. Только поменять руководство ГАИ Приморского края. Только тогда, когда может быть что-то поменяется. Мы можем верить вас. Просто���ones. Больше цветов. Только тебя наверное надо будет. Субтитры создавал DimaTorzok